Я покажу им темную сторону Я завершу начатое тобой Фильм сразу вызвал много бугурта в интернете И разделение общества на две половины На темную и на светлую Темная сторона говорит о том, что фильм говно и не ходи на него Светлая сторона говорит о том, что фильм хороший, прими его своим сердцем и душой Я вообще не собирался никуда идти Вся вот эта война заставила меня поднять свою задницу струна и отправиться в кинотеатр Чтобы составить свое мнение о фильме Так ли все плохо, как некоторые говорят Или наоборот все хорошо Что ж Я сейчас поделюсь с вами своим мнением Но прежде чем я это сделаю Нужно снять эту неудобную маску Ну что ж, ребят, я сходил на фильм И давайте в паре слов буквально Я поделюсь своим мнением, своими эмоциями Не будем каких-то прям подробный обзор делать Потому что без спойлеров здесь не обойдешься Со спойлерами мы будем делать обзор на нашем лайв-канале Большой обзор в виде трансляции Скорее всего такое дело будет Значит так, давайте вкратце Не сильно вдаваясь в подробности Обсудим этот фильм Начнем с того, что Звездные войны Для меня всегда был приключенческим, фантастическим Даже фэнтези-фильмом Я никогда не воспринимал всерьез то, что там происходило И то есть придираться там как к научной фантастике Смысла никогда не видел То есть это реально приключенческий Даже я бы сказал детский фильм То есть там есть какие-то серьезные моменты Но в основном он рассчитан всегда был на широкую аудиторию Ну скажем так, даже не детские А семейные фэнтези, семейная фантастика И сразу же скажу, забегая вперед Что с этой частью, с этой ролью Фильм справляется на ура Значит так, сюжет фильма просто как пять копеек Самое главное противостояние темной и светлой сил Темные силы это опять-таки империя Которая начала возрождаться После того, как Люк Скайуокер Бесследно исчез Соответственно появилось опять-таки сопротивление Которое возглавляет принцесса Лея Аргана И темной и светлой стороне Нужен Люк Скайуокер Поскольку это последний джедай И в общем как бы Он может помочь сопротивлению Справиться с имперцами А в то же время имперцы хотят устранить Всех оставшихся джедаев То есть точнее последнего джедая Люк Скайуокер Чтобы уже никто им ничего не мог противопоставить Соответственно у империи есть свой Злой джедай Который ходит в маске И его личность это типа главный спойлер Который уже везде в интернете Только можно заспойлерили Пытались испортить видимо люди Остальным впечатлением Но я, посмотря фильм Уже до просмотра Знал все главные сюжетные повороты И знаете, мне это впечатление не испортило Моя точка зрения, что хороший фильм Никакой спойлер не испортит В общем не суть Несмотря на то, что я знал главные спойлеры фильма Мне все равно было интересно его смотреть И не в плане сюжета Я таких фильмов не жду Прямо какого-то такого Прямо конкретного сюжета Тут в принципе уже все как правило Заранее известно Это приключенческая фантастика Фэнтези легкая Самое главное, что легкая То есть фильм поставлен так Что там постоянно что-то происходит Постоянно какое-то действие И ты даже не успеваешь заскучать И задуматься там Ну что-то тут Ну где-то что-то тут нереальное Там или как-то так Это не со стыков в сюжете Ты просто даже Не успеваешь этого осмыслить И как бы просто смотришь И получаешь удовольствие Получаешь удовольствие От происходящего на экране От картинки В первую очередь В фильме очень Классные спецэффекты Визуальные эффекты в фильме Просто на ура сделаны То есть Прямо вот нет такого Чтобы что-то бросил в глаза О, это там графика такая вот дешевая Там такого нет Там, блин, что не кадр То это прям шедевр То есть Ты можешь любоваться Там покажут ландшафты Там Ну все очень красиво сделано Боевые сцены появляются Эффекты там взрывов Там полетов Все просто сделано Настолько грамотно Четко Что прям вот Реальным фильмом Можно смотреть просто Ради картинки Вот реально Только ради этого Можно уже смотреть фильм Актерский состав Довольно неплохой То есть Молодые актеры Отлично справляются Своими ролями В фильме также Присутствует же Хан Соло Я надеюсь для вас Это не спойлер Потому что он есть на всех постерах Везде его лицо И Блин Харрисон Форд В этом фильме Просто шикарен Мне просто персонаж Понравился Я до этого не был Фанатом Хан Соло Вообще Мне казалось Что он какой-то Ненужный персонаж Мне лишь он так всегда Казалось Для меня важными Всегда были джедаи То есть Люк Скауокер Был Дарт Вейдер Были для меня Самыми важными персонажами Но здесь Хан Соло Прям реально порадовал Полфильма делает Вот реально Харрисон Форд Но это не значит Что остальные актеры Плохие Молодые актеры Реально тоже классные Негры классные Девчонка Главная роль Которая тоже классная Вместе у них Такой веселый Хороший тандем Единственное Что наверное Уже Принцесса Лея Как то уже не очень Я понимаю Что актриса старая Но вот как то Я не знаю То ли ее у нас Как то плохо озвучили То ли ей какие то дали Вялые диалоги Но то есть Что то не то Я даже сразу ее не узнал Эту актрису Ну что то Что то в ней не то В общем Уже как то вот Не так воспринимаешь ее Какая то прям старушка И все Хотя Хан Соло Блин бодрячком Реально Вот такое ощущение Что мол о душой Как говорится Вот это реально Это оно и есть Чубак в фильме есть Есть все эти Там андроиды Роботы которых Мы полюбились В предыдущей части Все это дело присутствует Шутки связанные с ними Тоже есть Короче Самое главное Я почувствовал Эту атмосферу Старых звездных войн То есть Если бы я этот фильм Смотрел в детстве То вообще Просто я бы офигел Наверное Очень много Фильм обсмеивают И ругают За внешность Главного злодея Я не считаю Внешность Главного злодея Каким то Минусом Даже я бы сказал Это скорее всего Плюс Поскольку внешность У актера Нестандартная И это я думаю Даже хорошо Что он не выглядит Как-то вот так Штамповано Как все привыкли Видеть Так что Для меня Это не минус Нисколько Это даже Было интересно Посмотреть На такого персонажа С такой стороны И к тому же Злодей Скажем так Он не окончательный Еще То есть У фильма Задел Несколько частей И то есть Персонаж должен Будет развиваться Как-то Это будет интересно Посмотреть Музыка В фильме Отличная Ну там Все мелодии Узнаваемые Конечно играют Но они записаны Уже по другому Немного И тоже Все прям Вот как надо Все на месте То есть смотрите Красивая картинка Хорошая музыка Хорошие актеры Простой сюжет И я считаю Что фильм удался Но конечно Мнения У всех разные Как вы уже поняли Да Но дело в том Что я хочу Сказать вам Ребят Так Вы можете Слушать мнение Тех Мнение других Но вы всегда Должны Составлять Своё собственное Мнение Если вам Интересна Данная вселенная И вас все таки Интересно Хороший фильм Или нет То лучше Посмотреть Его своими глазами Вот реально Я от просмотра Получил удовольствие Не сказать Что прям вау Там что это Шедевр И все такое Нет Это не шедевр Это не вау Прям вау Но Хороший Крепкий Фантастический Приключенческий Боевик И Я вам советую Его посмотреть Да Поскольку я Сходил на Звездные войны Поднял свою задницу Я решил Надо что-нибудь Себе там Где-нибудь прикупить Там где кинотеатр Находился Были разные Какие-то магазинчики Я прошелся И вот Купил себе Вот такую хрень Вот такую хрень Себе купил Это называется Дарт Вейдер Эггфорс То есть Яйцо силы Или сила яйца И как-то так И помимо этого Это еще Яйцо Трансформер Дарт Вейдер Вот такая вот хрень Кстати Бондаи Производит Ну тут все По лицензии Диснея Там Тиропэр В общем Это яйцо Трансформирующееся В Дарт Вейдера Я не знаю Может вы такие игрушки Видели Я просто Первые такое увидел И подумал Почему бы себе Не зацепить Какой-нибудь сувенирчик По Звездным войнам И вот я себе Эту штукенцию Зацепил В игрушечном магазине Короче Если захотите Ребят То я сделаю Распаковку И покажу вам Что это такое Если вам это интересно То пишите в комментариях Я сделаю видео С распаковкой Вот В другом магазине И не связано Со Звездными войнами Но давно хотел Черепашки ниндзя Блюрей Блюрей диск Черепашки ниндзя Давно хотел И вот все Никак не мог Купить Кстати всего За 200 рублей Приобрел Тема Хорошие качества Разные звуковые дорожки Там есть Все как надо Короче Дополнительный материал Есть Супер Вот Вот как-то так Короче не зря сходил Ну и вот еще Вот Звезда смерти Вот Смотрите какая классная Звезда смерти Зайди такую звезду смерти Купить В игрушечном магазине Не продается Ладно Это просто Гимнастический мяч Хотел вас обмануть Но знаю Что Моих зрителей Хрен обманешь Вот Так что Вот ребят На этом все Всем спасибо Кто смотрел Вы скажете Свои мнения В комментариях И не забывайте Подписываться Также на лайв канал Там Наверное Будет Подробнейший Разбор фильма Со всеми Спойлерами Ты поставишь Лайк Ты Подпишешься На канал Ты Побежишь В кинотеатр Смотреть Звездные войны Пока Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok